В данном коротеньком сегменте я расскажу про ключевое слово Friend. Ключевое слово Friend позволяет определять для класса дружественные классы, дружественные функции и дружественные методы. Начнем с дружественных классов. Я сразу же объясню, как все это работает на примере. Пусть у нас есть некоторый класс String, который описывает строчку. И мы хотим реализовать некоторый другой класс StringBuffer, которому для эффективной реализации нужно получить доступ к приватным полям класса String. То есть мы с одной стороны не хотим раскрывать эти поля и выдавать их через публичный интерфейс, с другой стороны есть некоторый класс, которому мы хотим эту возможность предоставить. И эти классы никак не соединены наследованием. Если бы они были соединены наследованием, то можно было сделать Protected интерфейс и таким образом позволить наследнику получать доступ к Protected методам или скрытым данным базового класса. Но в нашем случае эти классы никак не связаны с наследованием, но мы хотели бы предоставить классу StringBuffer возможность доступа к приватным полям класса String. Для этого мы внутри класса StringBuffer описываем класс StringBuffer как дружественный. Для этого используется ключевое слово Friend и объявление класса StringBuffer. После этого при описании класса StringBuffer можно, например, реализовать метод append для строки и внутри этого метода обратиться к приватным полям класса String. То есть если у нас уже у класса StringBuffer есть некоторый метод append, который принимает в качестве параметра строчку в стиле C, то мы можем написать теперь метод append, который принимает строчку нашего класса String и реализовать его через этот метод append для строки в стиле C. То есть мы внутри метода append для строки типа String мы просто вызовем метод append для строки в стиле C, передав туда значение скрытого поля класса String. Несмотря на то, что оно закрытое, мы здесь к нему можем обратиться. Это и называется дружбой в C++. Продолжение следует...